Ребята, всем привет! Сегодня мы будем с вами разбирать тест третий за третий модуль по учебнику Spotlight 9 класс. И давайте перейдем к первому упражнению, потому что упражнений много. Итак, choose the correct word to fill in the gaps. Выберите правильное слово, чтобы заполнить пропуски. Итак, и пример. Sharp или Humped. The colossal squid differs from other types of squids. In that, it has sharp hooks in its tentacles. Выберите, ребята, colossal, да, кальмар. Вот кальмар под названием colossal, colossal, колоссальный, различается от других видов кальмара тем, что он имеет острые крючки, крюки на своих щупальцах. Далее. Мы вставили шап. Most descriptions of like monsters are about creatures with long necks and humped backs. Большинство описаний озерного монстра, озерных монстров – это творения, твари с длинными шеями и горбатой спиной. Итак, ребята, первое. Old castles are very popular. Ребята, в данном случае вставляем sites in Britain. Итак, все старые замки – очень популярные достопримечательности в Британии. Далее. Two fishermen reported sightings of a strange tent-like creature in the lake yesterday. Два рыбака доложили о том, что они видели странное десятиногое создание в озере вчера. То есть это свидетелем были чего-то, видели. Далее. Второе. Although many people say they have seen Bigfoot, there are no fossil remains that prove the creature ever existed. Несмотря на то, что многие люди заявляют о том, что они видели Bigfoot, Bigfoot, нет никаких останков, которые бы свидетельствовали о том, что это создание когда-либо существовало. Несмотря на то, что существовало, existent. Далее. Can you imagine what would happen if a dinosaur somehow survived? And was still alive today? Вы можете вообразить себе, что бы случилось, если динозавры как-нибудь выжили бы и до сих пор были живы сегодня. Далее. Третье. Rosie couldn't stop staring at the beautiful rainbow, as it was the first time she had ever seen one. Rosie не могла прекратить, перестать пялиться, да, очень долго смотреть на красивую радугу, потому что она ее видела впервые. Почему ты посмотрела, взглянула на Сюарта так зло? Он сделал что-то не так? Четвертое, ребята. Люди думали, что латимирия – это вымерший латимир, который был в 1938. Итак, люди думали, что латимирия – это вымерший вид рыбы до тех пор, пока рыбаки не поймали одну в 1938 году. Анни любит книги с рассказами про драконов, гигантов и других мифических персонажей, созданий. Так далее. Когда Ричард и Ян услышали злые крики, они взглянули вокруг комнаты, чтобы увидеть, откуда они разносятся и приходят. Б. Б. Has the research team spotted anything unusual in the area? Команда исследователей нашла что-то необычное в этой эре. Спорт, то есть увидела место это. Далее, шестой, ребята. Итак, last night I dreamt that a violent whirlpool was pulling me to the bottom of the ocean. Прошлой ночью я не виделся сон, что очень суровый водоворот утащил меня на дно океана. B. Andrew's nightmare was absolutely horrifying. Horrifying. He dreamt that a three-headed monster was approaching him, but he couldn't move. Кошмар Andrew был абсолютно ужасающим. Он видел во сне, что трехглавый монстр дошел, достиг его, и он не мог. Достигает его, то есть подходит к нему, а он не может сдвинуться. Луна была такая яркая, что Джеймс мог видеть его отражение в озере. Когда Дэвид увидел тень странного животного в кустах, он начал трястись, как лист. Далее. Jonathan's vivid imagination. Так, ребята, вставляем imagination. Is what makes him able to write spine-chilling ghost stories? Живое воображение Джонатана – это то, что позволяет ему писать кровь-леденящие истории о привидениях. Итак, E под B. Did the magician really make the man disappear, or was it just an optical illusion? Маг действительно сделал так, что мужчина исчез? Или это была просто оптическая иллюзия, обман? Итак, ребята, теперь мы с вами переходим к упражнениям под буковкой B. Итак, ребята, заполните словами. Есть три слова, которые вам не нужно использовать. There are two paintings that look so much alike, that you have to look really closely to see the few differences they have. These two paintings. Эти две картины выглядят так похоже, что вам нужно глядеть действительно очень близко, чтобы увидеть эти маленькие различия между ними. Далее, ребята, десятые. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться. Надеюсь, он вам помогает, и буду рада, если вы в ответ подпишетесь. Итак, Это не могли быть человеческие следы. Они слишком широкие и полметра длиной. Далее. У Эрика очень то есть восхитительный ум. Он наверняка станет известным ученым однажды. Двенадцатым. Странное создание исчезло перед тем, как нам удалось взглянуть на него. Итак, Далее, ребята, тринадцатый. Итак, According to Norwegian legend, the kraken was a giant monster that lived in the sea. Итак, согласно норвежской легенде, kraken – это гигантский монстр, который жил в море. Giant, giant, giant. Ага. When Natasha is stressed out, she always dreamed that that a snake-headed monster appears suddenly and starts chasing her. Когда Наташа в стрессе, она всегда, как бы ей всегда снится сон, что монстр с измененной головой появляется и начинает ее преследовать. Далее, ребята. Cubism and surrealism are two styles of painting that have a great impact of modern art. Итак, Cubism and surrealism – это два художественных стиля, которые имели огромное влияние на современное искусство. Далее, Gary really lives in a fantasy world. In a fantasy world, he believes that he will be the one who will take pictures of Bigfoot first. Gary действительно живет в мире фантастики. Он верит в то, что он будет первым, кто сфотографирует снежного человека, Bigfoot. Далее, Мне не нравится эта картина. Я думаю, что скучные коричневые и серые цвета, которые художник использовал, придают печальное чувство ей, то есть картины. Далее, И восемнадцатый. Итак, The old castle had a dark, mysterious corridor leading to the dangers below. Старый замок имел темный мистический коридор, ведущий в темницу ниже. Итак, ребята, а теперь упражнение на грамматику. Put the verbs into the correct past form. Поставьте глагол в правильную форму прошедшего времени. Итак, первое, ребята, Benjamin, прошедшее время, простой симптом, gasped in horror when he saw the ghostly figure. Бенджамин крикнул в ужасе, когда он увидел фигуру привидения. Далее, Claire was driving, это past continuous, along a country road, when a huge creature came out of nowhere and fell onto her car. Клэр ехала по деревенской, ну, какой-то дороге, такой деревенской, сельской, когда огромное создание вышло из ниоткуда и упало на ее машину. Двадцать первые, ребята. Итак, was reading. While Lisa was reading a book, her brother was listening to music. В то время, как Лиза читала книгу, ее брат слушал музыку. Далее. It was the first time that Elizabeth had ever seen pictures of Bigfoot. Это был первый раз, когда Елизавета видела фотографии снежного человека. Далее, ребята. Sandra had been painting for three years before she sold her first painting. Итак, Сандра рисовала в течение трех лет, перед тем, как она продала ее первую картину. Далее, ребята. Alex didn't go to the photograph exhibition because he hadn't finished his homework. Алекс не ходил на выставку фотографий, потому что он не закончил его домашнюю работу. Двадцать пятые, ребята. The research team found an unusual for seal and took it back to the lab to examine it. Команда исследователей нашла необычное ископаемое и отнесла его в лабораторию, чтобы его исследовать. Итак, ребята. И задание под буковкой D. Ре-райт the sentences using the words and break it. Перепишите предложение, используя слова в скобках. Например, James believed in ghosts when he was a child и James used to believe in ghosts when he was a child. То есть, когда Джеймс был ребенком, он верил в привидения. Итак, ребята. Первое предложение. When I was still at school, I would read a new ghost story every week. То есть, когда я был в школе, я читал новую историю о привидениях каждую неделю. Просто добавляем слово would. Далее. Двадцать седьмое. In the past, my sister used to конечно, вот так вот. Used to make fun of surrealist paintings. But now she loves them. Итак, в прошлом моя сестра смеялась над рисунками сюрреалистов, но сейчас она их любит. Далее, ребята. Итак, ребята. Элеонора's parents never used to buy her books about monsters when she was a child. Родители Элеоноры никогда и не покупали книги про монстров, когда она была ребенком. И двадцать девятое. Сэлли would visit her grandparents quite often when she still lived in London. Сэлли навещала ее бабушку и дедушку часто, когда она жила в Лондоне. Итак, ребята, а теперь перейдем к заданию E. Подчеркните правильный вариант. Я его просто буду обводить. Он Our house can't be haunted. We've lived here for years and we've never seen or heard anything unusual going on. Наш дом не могут населять привидения, потому что мы живем здесь очень долго, то есть с годами и мы никогда не видели или не слышали ничего необычного. Тридцать первое. The style of that painting must be cubism because the artist has used square and rectangular shapes. Стиль этой картины должно быть кубизм, потому что художник использовал квадратные и прямоугольные формы. Далее тридцать второе. It may be a coincidence but isn't it strange that I was thinking about John at the exact moment he called me. Это может быть совпадением, но не странно ли это, что я думала про Джона в тот момент, когда он позвонил мне. Далее тридцать третье. Susan may be at the photographic exhibition, but I'm not sure. Susan может быть на выставке фотографии, но я не уверен. Далее, ребята. The magician assistant hasn't truly disappeared. The magician's assistant our eyes must be playing tricks on us. Ассистент мага на самом деле не исчез. Наши глаза обманывают, должны быть обманывают нас. И тридцать пятое. you can't have seen a ghost. They are not real. Итак, ты не мог видеть привидений, они не настоящие. Итак, ребята, теперь перейдем с вами к повседневному английскому, выбираем правильный ответ в задании F. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на меня, если мое видео вам помогает, и смотрите другие видео, а также делитесь ссылками на мой канал с вашими друзьями и знакомыми. Итак, выбираем правильный ответ. Итак, last night I dreamt that a huge spider was chasing me. В прошлой ночи мне приснилось, что огромный паук меня преследует. What do you think this means? Что ты думаешь, что это значит? Тридцать седьмое. I woke up at 2 a.m. and couldn't get back to sleep. Я проснулся в 2 часа и не мог снова заснуть. Poor are you бедняжка? Ответ A. Тридцать восьмое. Your dream might mean that you'll meet someone new. Твой сон возможно означает, что ты встретишь кого-то нового. You can't be serious. Ты не можешь говорить серьезно. Далее тридцать девятое. Do you have any idea what dreaming about wild animals mean? у тебя есть идеи по поводу того, к чему снятся дикие животные? Так. I can't say for sure. Я не могу точно сказать. Далее. Don't worry. Your dream probably means that you are stressed. Не волнуйся. Твой сон возможно значит, что ты подвержен стрессу. ты действительно так думаешь? Далее, ребята, перейдем к упражнению G. Итак, read the text and match the phrases to the gaps. There is one extra phrase. Прочитайте текст и соедините фразы с пропусками. Есть один один, одно лишнее утверждение. Итак, Nature Joke Шутка природы The Strange and Wonderful Platypus Странный и чудесный Platypus The Platypus is a strange little creature found only in Australia. Platypus это странное маленькое создание, которое находится только в Австралии. When the first Platypus was sent to Europe in 19th century, the scientists who examined it just could not believe their rise. Когда первый Platypus был послан в Европу в 19th веке, ученые, которые его исследовали, не могли поверить своим глазам. They believed the Platypus was a joke. Ребята, ответ B because of its extremely strange appearance. им казалось, что Platypus был шуткой из-за его странной внешности. They thought some fun-loving Australian had put the feet and nose of a duck onto the body of Fred. Они думали, что какой-то весельчак австралиец просто прикрепил ноги и нос утки к телу крысу. Крысы. 42-й, ребята. Это D. Just to play a trick on them. Чтобы пошутить над ними. Так, 42-й, Далее. But platypus are real. Но platypus действительно существуют. Далее E. And there is no other creature like them on earth. И нет никакого другого такого создания, как они на земле. Итак, platypus have a nose like a duck, webbed feet like a duck, soft brown fur on their body and long flat tail like a beaver. Итак, platypus у platypus нос как у утки, перепончатые ступни like у утки, мягкий коричневый мех на теле и длинный плоский хвост как у бобра. Далее. as if that weren't strange enough even though they are mammals, which means they feed their baby's milk. Platypus don't give birth to leave babies a but instead lay eggs just like birds. То есть 44 a a и а даже если бы б это не было достаточно странно, даже хотя они млекопитающие, что означает, что они кормят своих детенышей молоком, платипус не рожает живых детей, а он откладывает в место этого яйца как птица. То есть сорок четвертый – это A. Неудивительно, что ученые не могли долгое время решить, является ли платипус птицей, рептилией или млекопитающим. Но у платипуса даже еще больше характеристик чудесных. Платипусы находят еду в реках, используя электронные поля. И если они в опасности, то молодые платипусы имеют жесткие цепочки на ногах. Ребята, сорок пятые – C – that produce poison strong enough to kill a dog. Итак, и если они в опасности, то есть платипус мужского рода имеет острые крюки на ногах. И си, которые дают, производят яд, сильные и достаточные для того, чтобы убить собаку. Неудивительно, что эти особые, робкие, маленькие животные – одно из самых известных созданий Австралии. Картина фотографии платипуса появляется на австралийских монетах в 20 центов. Австралийцы очень гордятся своим уникальным платипусом. Итак, ребята, давайте еще раз проверим. Сорок первое – B, сорок второе – D, сорок третье – E, сорок четвертое – A и сорок пятое – C. Пойдем дальше. Так, все, мы все сделали. There is one extra. Так, ребята, аудирование задания на восприятие на слух. Послушайте людей, которые говорят в радиопрограмме о их снах и соедините говорящих 1 и 5 с утверждениями. Итак, ребята, говорящий первый – это буковка D, то есть говорящий описывает ночной кошмар, который у него был, когда он был ребенком. Второе – говорящий, это буковка B, говорящий верит в то, что сны имеют особое значение. Третье – это И, говорящий мечтает, сон говорящего сбылся. Четвертый – говорящий, это C. Здесь описывается сон, который часто видится. И пятый – это Эй, говорящий. То есть он чувствовал себя во сне очень реально, очень по-настоящему. Ребята, на этом все, что касается теста к модулю третьего. Пожалуйста, смотрите видео, пожалуйста, обязательно подпишитесь. Вам удачки, счастливо. Давайте, все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok